В последнее время накопилось довольно много вопросов, на которые нужно ответить индивидуально. Так получается, что в последнее время слышен такой женский вопль. Почему мужчины врут? Почему они не говорят прямым текстом «я тебя не люблю?» Почему они не говорят, где они и с кем они? Почему мужчины максимально стараются сочинять, обставляя свою жизнь какой-то набранной, неправильной, нечестной мишурой? Часто получается, что мы не можем задать вопрос своему любимому мужчине и получить от него конкретный ответ. Так получается, что они выкручиваются, как уже на сковородке, и очень редко дают четкий обстоятельный ответ на конкретно заданный женщиной вопрос. Самый основной вопрос – это почему он, допустим, не звонит. Или если я ему звоню, он берет трубку, он начинает сочинять о том, что он кладет рельсы за полярным кругом, что у него есть сварение желудка, что он спасает планету. Но вот никаким образом сейчас со своими друзьями решает какой-то вопрос по работе, который нескончаемый многолетний. Почему именно в эту секунду он не может быть со мной, и почему он всегда сочиняет? Так вот, оказалось, что мужчины заявляют в один голос о том, что мы сами вынуждаем их врать. Мы сами заставляем их сочинять что-нибудь по трех основных причинам. Первое – это то, что мужчина знает, что женщина хочет слышать, и поэтому он прямым текстом не говорит «я тебя не люблю» или «я не хочу к тебе ехать». Он начинает выкручиваться, и даже если вот он, допустим, пришел с работы, сел на свой любимый диван, как печу имели, хорошо ему, вот у него здесь точка комфорта, ни влево, ни вправо не хочется, вот мысли устаканились, все отпустило, боль отпустило, переживания. И в этот момент начинает звонить любимая женщина и обвинять в том, что он не приезжает, не звонит, не пишет им, еще что-то. Вот не может мужчина набраться сил сказать любимой женщине «я просто сейчас не хочу к тебе ехать, мне лениво одеваться и выходить из дома, мне не хочется стоять в пробках, я хочу отдохнуть один, без тебя, в своей зоне комфорта». Ну, хорошо, даже если женщина вот тут соберется, приедет к нему, увидит его на этом диване, его убивать теперь на этом диване нужно? Нет. Дальше мужчины говорят, что женщины не готовы принять вот серую палитру своей жизни. Иногда мужчина сочиняет для того, чтобы женщина не чувствовала себя несчастной до поры до времени, то есть они не очень любят разбираться вперед, и даже если мужчина собрался уходить, он какое-то время врет двум женщинам одновременно. И живут женщины вот в этих мирах своих, они все прекрасно понимают, они отдают отчет, что это не совсем правда. Но каждая из них продолжает цепляться за эту неправду, потому что не каждый готов правду услышать. И мужчины говорят, что до тех пор, пока я женщину люблю, я буду сочинять. Некоторые врут из чувства самосохранения, многие говорят, я пить не буду, потому что у меня язва желудка, я за рулем, я там-то, там-то, я подшился, еще что-то, потому что просто человек не хочет выпивать, ему нужно придумать аргумент. Есть, которые развлекаются вот от скуки, вот такие мюнхгаузены, которым нужно в 5 часов вечера воевать с Англией, и он ничего не может с этим поделать. И многие мужчины говорят, что я не хочу жить вот в этой своей реальности, я поэтому придумываю себе вторую параллельную жизнь для того, чтобы забыться, и только вечером приползая домой, там, где мне уже холодно, где хранятся мои вещи как в камере хранения, просто мы вот соседи с женой по камере хранения вещей. Часто бывает, что мы, женщины, врываясь в жизнь мужчины, лишаем его его собственного комфортного состояния. У него была какая-то определенная жизнь до нас. Были друзья, был футбол, он ходил на скачки, он ходил в бассейн или в баню. И все мы прекрасно понимаем, что в этой бане могут появиться какие-то девчонки из сферы услуг, есть какие-то друзья, у которых есть молодые девицы. Естественно, каждая из нас хотела бы предостеречь его от неверного и неправильного шага. Такое впечатление, что вот мы мужчину встречаем и говорим, раз ты любимый мой, давай я тебя обниму навсегда, и ты будешь каждую секунду слышать мое дыхание за спиной. И вот тут мужчине приходится выкручиваться. Когда ему все время говорят, ты врешь, 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 он начинает недоговаривать. Вроде как и не обманывает, и в то же время вы все равно этой правды не получаете. И потом ему очень трудно жить вот в этих двух мирах, набранном и настоящем. Врут и мужчины, и женщины. Я знаю очень много женщин, которые сочиняют просто так. Она вообще в другом месте, она рассказывает, что она у врача или что она встречается с подругой. Невозможно понять, для чего она это делает. Ну вот это все случается до поры до времени, пока не приходит правда, а вместе с этой правдой волшебный пендель. И чаще всего не в самую лучшую жизнь, ну не ту, о которой мечтали. Вот что делать женщине, которая утверждает, что мне нужна правда и только она? Ну, во-первых, выпить валерьяночки перед тем, как задавать вопросы. Во-вторых, не быть уверенной в том, что именно сегодня она получит именно ту порцию правды, которую она сможет переварить. Чаще всего то, что не по зубам нужно принимать или порциями, но вот хвост рубить по частям не надо. То есть, если вы хотите задать конкретный вопрос, вы можете сегодня получить на него конкретный ответ. И не всегда он вам понравится, потому что мы же все хотим слышать то, что мы хотим слышать. И правда, чаще всего бывает горько, как ни странно. Вот я задавала вопросы очень многим жителям нашей страны, далеко не только мегаполиса. К сожалению, люди ставят правду даже не на пятое и не на шестое место. Мы не хотим знать, что по-настоящему происходит в правительстве. Мы не хотим знать, что там будет со второй волной кризиса. Мы предполагаем, мы думаем, куда разместить, но вот знать и думать об этом не хотим. И точно так же и женщина, которая до последнего понимает, что я хочу остаться с этим мужчиной, она будет принимать эту ложь как подарок. Потому что как только она начинает искать вещественные доказательства какие-то, спускается в машину, роется в бардачке, собирает волосы женские ликопластырем в сиденье из пиджака. Как только она начинает по постели искать какие-то пятна, все это она ищет аргументы, за которые она зацепится, чтобы разводиться или сказать своему мужчине, с которым она планирует дальше жить, какой он в очередной раз плохой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»